всем привет с вами мария кордубаева вы находитесь на канале посвященному ландшафтному дизайну в прошлом году осенью я показывал вам очень много stories о том как мы обыгрывали въездную группу на участок коттеджном поселке миллениум парк более того у нас есть ролик вот этот который мы сняли как раз по хронологии этих событий где показали все отступы все расстояния весь ассортимент посадочного материала но на этом реализация проекта не закончена потому что у нас осталось очень много еще доделок которые мы в этом году реализуем ну например у нас появился здесь автополив сейчас вы видите что у нас как раз разложены трубки трубки автополива мы раскладывали же в этом году мы сейчас приближаемся с вами к пряно-роматическому шоу-саду шоу-руму здесь у нас будет водный элемент в котором будут еще клумбы находиться по бокам как раз пряными травами центром композиции будет являться зеркало которое выполнено в таком винтажном стиле но рама выполнена из высокопрочного стеклофибробетона собственно как и сам водный элемент обратите внимание что сейчас мы занимаемся вот подготовкой оснований в том числе мощение вокруг мощение будет выполнено в технике казинаки для того чтобы сделать мощение техники казинаки нужно залить бетонную плиту и уже потом толщиной один сантиметр будет слой из декоративного гравия который будет залит полиуретановым специальным клеем сейчас вы видите как готовится это сложное основание вообще надо сказать что для того чтобы реализовать эту нашу задумку нам пришлось огромное количество подрядчиков привлечь и различных компаний то есть есть отдельная компания которая занимается строительными работами для производства строительных работ и устройства оснований наших конструкций есть отдельная компания которая отливает формы стеклофибробетона по нашим эскизам есть отдельная компания которая занимается гидротехникой то есть предоставляет нам оборудование для того чтобы у нас были изливы, была вода, были насосы, чтобы это все функционировало. Есть отдельная компания, которая это все подключает, есть отдельная компания, которая делает еще казинаки. И еще, когда мы говорим о зеркале декоративном, есть еще отдельная компания, которая поставляет зеркала. То есть, в общем, просто представьте себе, какое безудержное веселье у нас было зимой, когда нужно было всех этих парней познакомить, подружить, и сколько нужно было совещаний провести для того, чтобы мы сделали один маленький, приятный, опрятный, красивейший шоу-рум, шоу-сад. Вы видите, что у нас здесь случились сейчас растяжки, липопоставленные растяжки. Для чего это нужно? Нам нужно, чтобы минимально липы ветром раскачивали, для того, чтобы они лучше приживались. Тем более, что ураганы, которые последние годы случаются в Подмосковье, никто не отменял, и это может тоже существенно повлиять на просто механические поражения посадочного материала. У меня такой случай был. В 2018 году на одном из объектов свежепосаженные сосны просто вырвало ураганом. Так, ну что, вот сейчас я вам прям показываю правду жизни. То здесь ничего не вылезано, ничего не подготовлено к съемкам. Показываю прям настоящие хроники при реализации сада. Предлагаю пройти вот в следующую комнату зеленую. Это наш огород. К нему вообще больше всего было вопросов, надо сказать, потому что люди почему-то не верили, что там будет достаточно инсуляционных условий, точнее, здесь будет достаточно инсуляционных условий для того, чтобы здесь растения жили. На самом деле, мы когда огород размещаем, мы всегда учитываем инсуляцию. И тень, в данном случае, вот на этом пространстве, она только от гаража, от гаража падает сюда. Именно поэтому вот в этой части мы не запланировали никакие плодовые культуры. Здесь у нас будет малая архитектурная форма, красивая сфера, которая будет окружена теневым цветником. А все съедобное, вкусное и полезное, чему обязательно нужно солнце, у нас располагается на той части огорода, куда тень просто не достает. Мы видим с вами теплицу фирмы Джулиана. К теплицам Джулиана у меня никаких нареканий нет. По крайней мере, вот сколько лет с ними работаем, никогда не было никаких вопросов. Крятки, выполненные в стиле приподнятых, из брусьев, покрыли цветом краски, под стать собственным дому. Вот эти опоры, вот эти конструкции нам необходимы для того, чтобы здесь появились винограды. Для винограда у нас здесь хватает места только для двух лоз. То есть две лозы винограда у нас здесь случится. Вы сейчас видите бетонное основание. Это как раз-таки основание подготовлено, опять же, для мощения в технике Казинаки. Как только смонтируем, обязательно покажу. Оставайтесь с нами. Да ладно, шучу я. Никуда я сегодня еще от вас не денусь. Мне есть что сказать. Обязательно покажу, как сделаем там Казинаки, как это выглядит. Ребятки, обратите внимание, эти ели, это блоки живых изгородей из ели обыкновенной, были заложены осенью. Сейчас у них происходит период приживаемости. И частичная потеря декоративности. Мы видим с вами вот этот хвойный опад. Это совершенно нормально. Этого пугаться не надо. Так должно быть. Просто запомните, что частичная потеря декоративности нормальна после пересадки. Любого растения, хвойного или лиственного. Поэтому мы этого с вами не боимся. Весной мы проливаем ели, обильно отливаем, для того, чтобы им достаточно было влаги и новым корешочкам, которые образуются. Плюс ко всему мы стимулируем рост корневой системы с помощью корневина. И проводим обработки по хвое различными стимулирующими препаратами. А сейчас я покажу вам другую часть участка, которую я вам практически никогда не показывала. У нас продолжается работа, у нас продолжается рождение сада на территории за дому. Итак, мы с вами идем в святая святых. На самом деле у нас сегодня классный день, потому что у нас случился детский домик на детской площадке. И это первый объект, где в качестве покрытия не специальная резина для детских покрытий, а декинг, то есть террасная доска полимерная. Пойдемте. Сейчас, ребята, наводят порядок, не обращайте внимания. Как я говорила, это абсолютная импровизация, съемки не подготовлены. Посмотрите, вот у нас здесь случился настил из террасной доски. Выполнен он на сваях. К сваям приваривали металлический каркас и на него уже монтировали декинг. И, собственно, к декингу мы как раз-таки смогли зафиксировать качели, маленький детский домик и горка. Песочница у нас расположена со смещением для того, чтобы у нас было пространство, когда ребенок скатывается с горки, чтобы он не нырял в песочницу. Еще у нас здесь остается место для батута. Вся вот эта часть у нас будет покрыта композицией из хвойных растений. Покрыта. Обрамляться композиция из хвойных и лиственных растений. Сегодня мы уже посадили две красавицы ели пигмея. Но вы просто не чувствуете, что здесь мы что-то посадили, потому что все выглядит настолько органично, как будто здесь так это все и жил. На самом деле не было здесь таких елей благородных. Это карликовые сорта. Они никогда не будут большими кремлевскими елями. Можете увидеть это по крошечным приростам ежегодным. Вот они будут всегда такими компактными. А с учетом того, что это довольно-таки взрослые экземпляры, мы никогда их не увидим в состоянии 5 метров. То есть они будут всю жизнь компактные. Плюс ко всему они нам, ну собственно, 5 метровые здесь и не нужны. Здесь у нас посажена декоративная яблоня на розовом цвету. Очень красивый сорт. Редкий сорт для Подмосковья. Dark Rosaline называется этот сорт. Мы пока еще к нему не привыкли. Будем наслаждаться цветением. Подбитая яблоня бересклетами крылатыми. Они еще малыши. Это существующие бересклеты, которые были на участке. Мы их использовали. Композиция еще не завершена. Газона здесь не будет. Все полностью здесь будет покрыто почвопокровными можжевельниками. Обратите внимание на иргу. Ирга формы зонт. Скоро она распустится. Это будет невероятная красота. Она уже на бутонах. Ирга у нас высажена в виде 4 зонтов по периметру газона. Вы знаете, когда ее здесь не было, ну скучновато было. Прям пресненько. Как только здесь появились вот эти зонты из ирги, вот совсем-совсем все по-другому заиграло. Прям вот чувствуется вертикальная доминанта в саду. И это еще не все. Обравлять газон будет гортензия. Новинка. У нас здесь будет гортензия самарская лидия. И с другой стороны гортензию будет подбивать формованная живая изгородь из кизильника. Абсолютно символично я решила завершить этот короткий, короткометражный выпуск рядом с сургой. Потому что невероятно люблю это растение и жду его цветения. Оставайтесь с нами. Буду показывать вам, как рождается этот фантастический, атмосферный новый сад.